МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для врачей является стремительное пополнение больничных коек, людьми, которые встречают Новый год особенно весело. В последнее время резко увеличилось количество молодых людей, у которых после новогодней свистопляски резко повышается температура, покалывает сердце, молит о пощаде печени или желудок. Конечно, можно бурно отпраздновать и затем прямиком лечь на больничную койку, при совокупив к январским праздникам еще месяц. Но нам мы все-таки предлагаем не доводить свой организм до этого и послушаться наших советов. Сегодняшние наши эксперты. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в студии Наталья Вехова, заведующая отделением токсикологии больницы Середавина. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Кузьмин, врач-кардиолог, заведующий поликлиникой кардиологического центра. Добрый день. Добрый день. И Татьяна Астафьева, врач-гастроэнтеролог больницы Середавина. Здравствуйте. Здравствуйте. Не любят врачи Новый год? Конечно. Почему же? Чудесный праздник. Давайте поспорим. Чудесный праздник. Наше учреждение дежурит 7 дней в неделю, 24 часа, поэтому кардиологи и в новогоднюю ночь тоже оказывают медицинскую помощь. Другая специфика. Касаемо поликлиника. Поликлиники, то подразделение, чем я заведую, мы-то работаем более планово. То есть вы в более благоприятном положении оказались. Но выход на работу 11 или 10 января, в зависимости от графика, он очень четко чувствуется на графике работы консультантов, потому что помимо плановых пациентов, которые записаны уже за какое-то время, конечно, в этот день, ну и в ближайшие, по крайней мере, неделю это точно, консультируем достаточное количество экстренных пациентов, которые приходят уже, так скажем, вне предварительной записи. Ну и во всем этом, наверное, в какой-то процент есть отголоска новогодних праздников. Ну тот, кто может терпеть, 10 дней тут, наверное, и терпит, не идет в поликлинику. С одной стороны, ну, наверное, это не совсем правильно, потому что мы-то как бы уже видим развернутую картину, будем называть вещи своими именами, заболевание, да, которое случилось с пациентом в новогодний праздник. Поэтому мой призыв, пользуясь случаем телевизионным эфиром, не терпеть, если у человека что-то заболело. Поэтому первое, так скажем, ну, наверное, универсальное и будет правильное пожелание, это записать электрокардиограмму. По крайней мере, человек будет абсолютно спокоен. Есть у него острые катастрофы. Ведь наш с вами рядовой пациент боится, прежде всего, чего инфаркта миокарда. Поэтому записав электрокардиограмму, можно понять, есть инфаркт или нет. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вскрытие показано. Если нет инфаркта, значит, можно продолжать дальше гулять. Если есть инфаркт, то, значит, нужно обратиться к специалисту. Ну, я вот предлагаю тогда нашим зрителям записать, наверное, первый совет сегодня от наших экспертов. Если что-то беспокоит, ну, наверное, не думайте о том, что у докторов тоже Новый год, что им надо дать отдохнуть. Все-таки лучше обратиться за помощью, не усугубляя ситуацию. Ну, теперь к тому, какие же опасности для нашего здоровья несет в себе Новый год. Ну, сейчас вот спроси любого человека, с чем ассоциируется Новый год. Конечно, елка, обильный стол. Горки. Горки, петарды. Разнообразие большого количества обильной еды и спиртных напитков. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная. Да, заморская икра. Баклажанная. И, кстати говоря, вот как не смешно звучит, да, но одна из самых частых проблем новогодних – это обжорство. Есть такая проблема? Конечно, такая проблема есть, поэтому те пациенты, которые имеют заболевание желудочно-кишечного тракта, должны помнить, что в новогодние праздники нужно соблюдать диетические рекомендации и режим питания. Татьяна, мне кажется, что это касается не только гастроэнтерологических больных, потому что, в общем-то, в эту категорию можно и попасть. Кстати говоря, по поводу обжорства, да, я, может быть, Татьяна, добавлю, в каком плане? В плане взгляда кардиолога на эту проблему. У нас есть такая четко описанная симптоматика. Если человек, имеющий сердечно-сосудистую проблему, ну, например, стынокардию, да, об этом речь пойдет, много съест излишнего, так сказать, объема пищи, то, соответственно, это будет провоцирующим моментом для того, чтобы у этого человека возникли ангинальные боли, то есть боли в области сердца или за грудиной. Поэтому избыток приема пищи – это определенный фактор для того, чтобы спровоцировать стынокардию. Это взгляд кардиолога. Поэтому совет уважаемым нашим зрителям – как можно рациональнее подходить к столу. Нужно есть немного, но с большим-большим понятием и предубеждением, чтобы не спровоцировать стынокардию. В идеале фуршетный, наверное, стол нужно делать, чтобы не сидеть за ним долго, а так периодически подошел, взял какую-то закутку. Нетрадиционно. Что вообще делать с нашим менталитетом? Новый год же у нас – это ого-го, как поесть, попить. И попить, конечно же, да? Ну вот наши традиционные блюда, вот опять-таки про Новый год. Ну это оливье, конечно же, это мандарины, это селедка под шубой. Татьяна, что гастроэнтерологи думают по поводу любимых наших вот этих все-таки блюд? Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба? Ну лучше, конечно, праздничный ужин, начинать все-таки из салатов, свежих овощей и зелени, да, заправленных оливковым или растительным маслом, да, так как вот овощи содержат большое количество воды и клетчатки, и это позволит избежать переедания. Но уже дальше можно переходить к каким-то мясным или рыбным блюдам, опять-таки приготовленным в идеале на пару, ну или это может быть или что-то в виде гриля, или запеченные в духовке, да. Но исключить жирные жареные продукты, да, в большом количестве особенно, острые, да, очень аккуратно с копченостями и соленьями, так как это нарушает все-таки водный баланс. Какие наши внутренние органы больше всего боятся Нового года? В первую очередь, скажем так, желудок, печень, поджелудочная железа, ну в общем-то весь желудочно-кишечный тракт, да, основная рекомендация – это частое дробное питание, это нельзя переедать, и поэтому 31 декабря все-таки в течение дня надо есть, а не садиться. Ну, кстати говоря, вот есть же мнение, что нужно как следует подготовиться, два дня ничего не есть, посидеть на воде и сесть в них неправильное мнение. У меня есть пациент, у него есть любимая фраза, он говорит, вы знаете, Владимир Петрович, я считаю, что поджелудочную нужно тренировать, поэтому вот, я вот даже не знаю, как относиться к словам Татьяны, да, вот, считаю, что это абсолютно правильный пассив, но, но, к вопросу по поводу дискуссии с пациентом, Владимир Петрович, вы знаете, поджелудочную нужно тренировать, это к вопросу, когда мы начинаем обсуждать, что можно, что, допустим, жирного нельзя, там майонеза нужно ограничивать, там соленых продуктов. Он говорит, вы знаете, я считаю, что все-таки она должна работать, не отдыхать. Это к вопросу о том, что, да, все-таки полезные советы, они иногда направляют наших пациентов в нужный русский. Вообще, вот, совет такой, он, наверное, правильный и с точки зрения токсиколога, и с точки зрения гастроэнтеролога, что все вкусные блюда в преддверии Нового года совсем не обязательно их поедание откладывать на 12 часов ночи. можно это все сделать значительно раньше, постепенно употребляя, если уж совсем без этого невозможно обойтись, проверенные правильные алкогольные напитки, а вот ближе к 12 часам встретить Новый год уже более легкой едой, поскольку человек к этому времени сыт, а дальше уже перейти к активному отдыху. И вот тогда, я думаю, можно обойтись и без гастроэнтерологических проблем, и без кардиологических, ну и, наверное, и без токсикологических. Я не буду. Поясницу вон измененным ядом натирают. А это, может, она туда волчьих ягод набросала и ойкнуть не успеть. Нет, я не буду. Я не призываю никого бесконтрольно начать пить таблетки, но есть опять-таки мнение, что можно, ну, например, активированный уголь хорошенько поесть перед застольем или выпить ферменты. Что скажет доктор об этом? Ну, во всем нужна мера. Поэтому лучше, конечно... Вообще смысл какой-то в этом есть? А лучше все-таки поменьше есть, да, и употреблять спиртных напитков. Конечно, ферментные препараты во время праздничного обеда, да, можно выпить. Очень любят наши соотечественники, может быть, и весь мир, как вы совершенно справедливо заметили, чтобы на новогоднем столе было большое разнообразие не только блюд, но и алкоголя. Иван Армольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать. Проблема не в качестве алкоголя. Конечно, встречается алкоголь контрафактный, конечно, бывают именно отравления суррогатами алкоголя, но основная проблема это все-таки его количество. Дело в количестве алкоголя, потому что когда, вот, например, застолье, компания, все пьют один и тот же алкоголь, а стало плохо одному человеку из всей компании, то это понятно. Он говорит, что зря съел печенье. Ну да, чаще всего они так и говорят. Здесь все-таки проблема в количестве алкоголя. И вот я в таких случаях все равно считаю, что если они считают, что алкоголь был хороший, этого человека без помощи оставлять не нужно. Что все-таки, если он находит, например, своего сотоварища из компании в состоянии неразбудимости, и если, не дай бог, в рвотных массах, то все-таки начинать нужно оказывать помощь. Возможно, даже вызывать скорую помощь. Если он не выполняет команды, ему невозможно промыть желудок. Насколько увеличивается количество ваших больных после Нового года именно в связи с тем, что на столе много алкоголя? Ну, я как бы уже сказал общую тенденцию, поскольку у нас в основном плановая помощь в поликлинике. Но в количественном отношении могу сказать, что если норма приема врача где-то порядка 15-16 человек в день, то считайте, что к этим 16 пациентам где-то 5-6 человек экстренных будет в смену. То есть это те пациенты, с кем нужно разбираться. А вообще, если говорить глобально о проблеме, допустим, алкоголь и сердечно-сосудистая патология, или там, как сейчас говорят, остросердечный приступ, да, если говорить простым языком для пациентов, то на самом деле здесь очень прямая причина следственной связи, потому что и количество алкоголя, и разный алкоголь, они могут обладать токсическим эффектом на сердечную мышцу, как один вариант, да, проблемы которой может быть. Или, например, лица пожилого возраста. Поел, попил, так еще пошел с внуками, допустим, там, петарды запускать, да, с горки покататься. Как я уже говорил, ведь сам факт приема пищи – это очень мощный фактор для того, чтобы спровоцировать сердечный приступ. А алкоголь, он обладает еще и эффектом, так скажем, токсическим. И поэтому вот эти два взаимодополняющих фактора могут привести к развитию остросердечного приступа. Поэтому это на самом деле сложно и проблематично. А если говорить вообще об общей, так скажем, тенденции, да, конечно, после новогодних праздников мы видим большее количество обращаемости за консультацией. Новый год один раз в году, да? Ну, это же праздник. Один раз живем. Один раз живем. Ну, понятно, что мало кто уже считает, сколько можно потратить на новогодний стол. Вот сколько можно, столько и потратить, потому что, ну, праздник, ну, не стоит на самом деле, да? И поэтому вот так как-то у нас все это получается. Вот один раз живем. Гляньте вы на него. Ровесник Суворова. А все помереть? Боишься? Ну, а может, не так уж страшно? Вот мы сейчас сидим, вот не делайте то, не делайте это. Да ну что такого? Вот один раз отпразднуем, а потом опять будем дробное питание, не пить алкоголь, никаких сердечных нагрузок. Может, не так все страшно? Можно ответить, кому как повезет, да? Ну, можно, конечно, попытаться съесть, а вдруг не повезет. А вдруг человек окажется на операционном столе, ему необходимо будет делать коронарографию для того, чтобы, в конце концов, разрешить этот сердечный приступ. Или он окажется у наших коллег-гастроэнтерологов с острым приступом панкреатита, или, допустим, выделение токсикологии. Тут, знаете, как ведь каждый сам себе выбирает судьбу. Татьяна, я не знаю, какой процент хронических гастроэнтерологических больных в общей массе празднующих Новый год, но если брать людей молодых, у которых вроде бы ничего не болит, стоит ли им опасаться всего того, о чем мы сейчас говорим? Или это только вот надо пенсионерам там быть как-то поосторожнее, дробное питание и так далее? Что с вашими пациентами? Это рекомендация ко всем людям, которые нас сейчас смотрят, видят. Потому что не просто обильная еда провоцирует еще какие-то заболевания, ведь всегда эта обильная еда сопровождается и питьем, как было уже сказано. Так же, как вот если брать бокал вина, у нас не умеют пить бокал вина. У нас бокал вина будет обязательно какие-то копченые продукты, колбаска, еще что-то. То есть и само вот это сочетание губительно, в том числе для органов пищеварения. Поэтому, конечно же, после новогодних праздников приходят люди. Приходит молодежь или нет после новогодних праздников? Приходит, конечно. Ну вот с какими конкретно, с проблемами, с какими органами уже? Что можно заработать себе за 10 дней новогодних пиршеств? Ну, скажем так, заболевания зарабатываются не только в праздники, именно новогодние. До этого есть еще масса разных различных праздников, а каждый праздник у нас в России сопровождается застольем. Застольем, да? Поэтому, как правило, это обострение хронических панкреатитов, холециститов, язвенная болезнь желудка, может быть. У нас весь самый главный симптом – это боли в области сердца, которые очень здорово пугают всех. Захуделый, согнуться говорить не могу, сердце ковить. Да, и поэтому, если за застольем у кого-то заболело сердце, не стоит спустя рукава относиться к этому симптому. Я бы все-таки посоветовал, так скажем, потенциальным пациентам или телезрителям, которые с этой проблемой будут сталкиваться, все-таки вызвать скорую помощь. Почему? Потому что, все-таки, повторяюсь, электрокардиограмма, она определяет дальнейший поиск. Что это? Это боль не опасная, значит, можно дождаться на следующий день, вызвать участкового доктора. Если она носит категорию опасных болей, что будет иметь свое отражение на электрокардиограмме? Это требует экстренной госпитализации. Поэтому мой, пожалуй, такой, ну, пожалуй, основной, наверное, посыл телезрителям, если все-таки есть проблемы, связанные с сердцем, если у человека что-то болит в области груди, не оставляйте это без внимания. Тем более, выходя на улицу, ведь есть и молодые... Мы на сегодняшний день в кардиологии потеряли границу возраста. У нас нет понятия, молодой или старый. Мы видим и в 25 лет, и в 26, и в 30 лет пациентов уже с инфарктами миокарда, свершившимся, кто, так скажем, заработал их в силу определенных, так скажем, обстоятельств. Поэтому Новый год это всегда такой всеобщий праздник. Не стоит забывать о том, что если даже на улице с кем-то плохо или лежащий человек, это не всегда он пьяный. Значит, возможно, какая-то проблема и сердечно-сосудистая. Поэтому стоит обращать внимание более, так скажем, пристально и к окружающим, и на улице, не говоря уже о своей семье. Татьяна, для того, чтобы все-таки понапрасну не звонить в скорую, я не знаю, как можно себя вести, как правильно себя вести, и в каких случаях можно там что-то сделать, принять таблетку? В любом случае ферментные препараты можно принимать во время праздничного ужина. Но если возникла тошнота, если возникла многократная рвота, какие-то боли в животе, то, конечно, необходимо обратиться за медицинской помощью. Потому что даже вот за маской вот таких симптомов может скрываться серьезное заболевание, в том числе и хирургическое. И только врач должен оценить состояние пациента и дальше уже решить вопрос. Если это острое состояние, то это нужно требовать хирургическая помощь. Если это плановое, то, значит, посоветуют какие-то приемы таблетированных препаратов. Наталья Ивановна, как определить, что это острое отравление и нужно срочно вызывать врача? Что должно произойти? Я уже говорила, что если в одной и той же компании стало плохо одному человеку, то, скорее всего, здесь связано с количеством алкоголя, что уже опасно. Если человек выполняет инструкции, если вообще он может как-то определить свое состояние, можно до приезда скорой помощи начать промывать желудок. И вот здесь вот активированный уголь после промывания желудка, до приезда скорой помощи, будет очень даже неплохо. Или любой другой сорбент, который найдется в аптечке. Если в компании произошло так, что пили алкоголь и стало плохо всем, то здесь вот уже можно заподозрить о том, что алкоголь был некачественный. Здесь не нужно ждать, если всей компании сразу после употребления определенного алкогольного напитка стало плохо, то в скорую нужно звонить срочно. Особенно в свете последних событий. Хорошо, что это сейчас и телевидение об этом говорит, что контрафактный алкоголь, он рядом, он есть, никто не застрахован. А вообще не стало меньше вот этих случаев? Ведь все-таки сейчас в продаже доступны любые алкогольные напитки, и не обязательно где-то из-под пола это покупать. Ну, здесь цена вопроса. Просто разница в цене разительная, ведь кто на чем экономит. Я не думаю, что в розничной сети алкоголь будет до такой степени контрафактный, поддельный, что больные будут подать на больничную койку. А вот тот алкоголь, который куплен неизвестно где, который произведен неизвестно где, случится может всякое. И давайте мы сейчас как-то все совместно еще порекомендуем новогоднюю аптечку. Все-таки, вот, что бы там ни происходило, но под рукой должно обязательно, какие-то средства должны обязательно находиться. Кардиологи рекомендуют нитроглицерин в обязательном порядке. Это тот препарат, который, по крайней мере, поможет определиться. Это непосредственно ишемическая, более ли не ишемическая. Поэтому здесь, так скажем, это препарат, который должен находиться обязательно, как один из основных. Если брать хронических пациентов, то новогоднюю ночь не отменяет приемы вечерних препаратов, то, что назначает терапевт. Поэтому праздник праздником, это как в армии, да, служба службы, но еда по расписанию, так и здесь. То есть праздник праздником, но в обязательном порядке, вечерний прием препаратов, неважно, гипотензивных, лекарства, которые снижают холестерин, обязательный прием. Таким образом, даже, кстати говоря, по теме сегодняшнего нашего круглого стола, да, переел, ну что-то там выпил, да, в чем-то препараты помогут. Они в чем-то снивелируют острую ситуацию, и, быть может, даже как-то вот в чем-то, ну, предостерегут пациенту от вызова скорой помощи. Что добавят гастроэнтерологи в нашу аптечку? Ну, обязательно ферментный препарат панкреатин. Можно что-то из ингибиторов протоновой помпы, амепрозол. Если возникла изжога, тяжесть в области эпигастре, можно принять. Ну, и, наверное, что-то из антоцидов. А если вот в плане оказания токсикологической помощи, в разных местах праздники-то случаются, нужно, чтобы обязательно была чистая, негазированная вода и любой сорбент. Самый простой – это активированный уголь. Ну, у нас народ сейчас продвинутый, они все знают и про полипфепан, и про полисорб. То есть у них, они бывают часто очень готовы к разным эксцессам. Я надеюсь, что вы правы. Я еще хотела бы посоветовать, что вот после возлияния и после обильного стола все-таки не ложиться сразу спать. Поскольку и для переваривания пищи, и для того, чтобы включились все механизмы правильные переваривания алкоголя – это активный образ жизни. Но все-таки нужно дать себе возможность справиться с этой проблемой. Ну, выйти на улицу, погулять. Может быть, не бегать, не кататься с горки с учетом там возраста, кардиологических каких-то проблем. Но все-таки не ложиться сразу спать после застолья. Понятно, что в Новый год еще может быть масса всевозможных опасностей. Это и гололеты, травмы, это и ожоги петардами, и, не дай бог, елка воспламенится. В общем, все, что угодно здесь еще может произойти. Но на самом деле мы, наверное, собрались не для того, чтобы напугать людей. Сейчас вот кто-то, может быть, действительно откажется. Ой, ну, у вас лучше и вообще не праздновать, и не веселиться. Нет, кажется. Может быть, какие-то вот просто уже такие предновогодние пожелания от нас для того, чтобы мы закончили эту программу на такой грустной ноте? Ну, несмотря ни на что, ведь год у нас достаточно тяжелый. Я думаю, что и предстоящие годы будут нелегкие, да, с учетом экономических всевозможных моментов. Не хочу об этом говорить. Понимаете, я просто хочу пациентам, поскольку мы все смотрим телевизионные каналы, которые порой нас зомбируют, да, поэтому я всем советую в новогоднюю ночь и в следующем году побольше позитива в жизни, сердечной всем достаточности, добра окружающим и от окружающих, естественно, получать. Это является очень полезным моментом, чтобы сохранить молодость, здоровую сердечно-сосудистую систему и, главное, душевную доброту. Кстати говоря, вот один известный психолог из Великобритании написал для своих пациентов, для вас даже распечатала такую памятку, как провести праздник с пользой для психического здоровья, чего точно не нужно делать. Не нужно начинать спорить по поводу того, кто из вас сколько выпил, поскольку это может прийти к скандалам. Не нужно вспоминать старые проблемы, не нужно жаловаться по поводу того, что и сколько стоит, уж ладно, уже все отпраздны. Ну и не нужно забывать о простых человеческих контактах, держаться побольше за руку, обниматься, быть вместе с близкими. Наверное, вот такие. Самое главное. Самые главные психологические рекомендации. Ну что ж, дорогие эксперты, вас с наступающим Новым Годом. Вам поменьше больных, спокойных новогодних праздников, удачи в будущем году. Ну а нашим зрителям для того, чтобы не пострадать в новогоднюю ночь, не омрачить праздники неприятными моментами, соблюдайте меры предосторожности. И помните, что лучший способ выйти из неприятного положения, это вовсе в него не попадать. Безопасного вам Нового Года! Не смотрите в новогодние праздники телевизор, если только телеканал «Самара ГИС». До свидания!